Добрый день, уважаемые журналисты! Добрый день, уважаемые зрители, которые нас смотрят на канале YouTube! Пресс-конференцию в агентстве «Интерфакс Украина» в Киеве. Я сегодня специально начинаю на русском языке, чтобы нас услышали в России. Сегодня у нас в зале три летчика российских военных служб. Они выполняли боевые задания на территории Украины. Пожалуйста, кто начинает из вас? Криштаб Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка. И далее вы себя представьте сами, пожалуйста. Хочу поздороваться со всеми, пожелать доброго дня. Хочу в начале своего выступления сказать, что мы обратились к руководству вооруженных сил Украины, для того, чтобы нам представили возможность поучаствовать в пресс-конференции, чтобы через средства массовой информации разных стран попробовать и приложить все усилия к скорейшему завершению этого ужасного конфликта. Расскажу о себе. Я подполковник Криштаб Максим Сергеевич, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка, личный номер F891233, войсковая часть 45-117. В январе 2022 года командиром полка, полковником Лобода Алексеем Геннадьевичем, до нас была доведена информация о будущем участии в боевых действиях на территории Украины. После этого на территорию части нашего аэродрома начался подвоз боеприпасов, авиационных средств поражения. Параллельно с этим мы начали тренировки по полетам на предельно малых высотах, по преодолению ПВО, тактическим пусткам ракет «Воздух РЛС». Официально все эти мероприятия проходили. Давайте мы остановимся для перевода. Что у нас с переводом? Окей. Hello. I would like to say hello to everyone and address to the media of Ukraine. I asked the military services of Ukraine the chance to address the media of different countries to do my best to stop the conflict, to stop this conflict as soon as possible. I am the head of the division, of the paratroopers division, Christophe. And I was given the assignment in January to start training to attack Ukraine. And we started training on how to avoid military security systems of Ukraine. And we started training on how to avoid military security systems of Ukraine. Официально это проводилось как подготовка и участие в совместном российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022». После его завершения, в котором мы не приняли участие, мы продолжали подготовку и тренировки к боевым действиям. Боевое распоряжение о нанесении ударов по территории Украины пришло в часть 23 февраля. Официально это был милитарный тренинг между Россией Федерацией и Беларусь. Боевое распоряжение было прибыло в полк 23 февраля с 18 до 20.00. Далее командиром полка был поставлен боевой приказ о нанесении ударов по территории Украины, начиная с 24 февраля. Официально было на 23 февраля, но мы получили обязательство, чтобы украсть Украина на 24 февраля. Первый свой боевой полет я выполнил 24 февраля 2022 года по поражению живой силы противника южнее населенного пункта Балаклея. Бомбометания выполнял фугасно-эмоционными бомбами общей массой 3 тонны. Цель была поражена. Второй боевой полет выполнял 3 марта 2022 года. Боевая зарядка была аналогичной 3 тонны фугасных бомб. Целью была колонна бронетехники противника в районе населенного пункта Изюм. Аналогично, цель была поражена. Третий боевой полет выполнял 6 марта 2022 года. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. После получения приказа дачи координат в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был взбит средствами ПВО Украины. После приземления был взят в плен военнослужащими Национальной гвардии Украины. На 6 марта я выполнил мою третью обучение. На этом полете я понял, что я собираюсь бомбить в доме цивилизационных бомб. Я выполнил обучение. Я был отражен от украинцев. Я ввел. Я ввел и была опрессован от Украины. Хочу продолжить. Осознаю и признаю чудовищных преступлений совершенных мною. Хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, что мы им принесли. Обещаю приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась как можно быстрее и к тому, чтобы привлекли к ответственности всех виновных в геноциде украинского народа. Также обращаю к своим однополчанам. Я осознаю, что мы совершили преступления против украинского народа. Я хочу сказать извиняюсь к всем украинским народам за геноцид. И я сделаю самое лучшее, чтобы остановить эту войну как быстро возможно. Также обращаюсь ко всем военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, к своим однополчанам. Немедленно прекращайте выполнять преступные приказы. Немедленно прекращайте вести боевые действия. Немедленно прекращайте бомбить мирные города. Я также обращаюсь всех военных русских военных людей, чтобы остановить военнослужащие преступления против украины, остановить военнослужащие преступления и убивать жилых военных. Я считаю, что эту войну мы уже проиграли. Я считаю, что мы уже потеряли эту свадьбу. Это все. Давайте дайте слово моему коллегу. Пожалуйста, Головенский Алексей Сергеевич, командир авиационной эскадрильи, майор. И далее себя. Представьте, пожалуйста. Я Головенский Алексей Сергеевич. Я Головенский Алексей Голованский, и я Головенский Алексей Сергеевич, командир авиационной эскадрильи, который находится в Сааке. Хотел бы рассказать. Начиная с 23 февраля 2022 года личному составу полка, там, где я прохожу военную службу, был доведен приказ Верховного командующего Вооружённых сил Российской Федерации о начале операции по вторжению на Украину и дальнейшему её захвату. Так, с 24 числа наш полк уже полностью был приведён в высшую степень боевой готовности, заряжен всеми видами вооружения, авиационных средств поражения и приступил к выполнению боевых вылетов. С 24 февраля по 5 марта лично я выполнил 7 боевых вылетов, целями которых постоянно являлась разведка, выявление радиотехнических средств, радиоизлучающих средств противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины для их дальнейшего подавления и уничтожения. Я лично сделала 7 милитарных флотов на территории Украины в каждом полёте постоянное ведение визуальной, воздушной, надводной обстановки как в акватории Чёрного моря, так и в акватории Азовского моря. Авиация Республики Крым, участвующая во вторжении на Украину, также постоянно обеспечивала поддержку с воздуха сухопутных войск при их вторжении на территорию Украины. Авиация Крым также поддерживала лендерные тропы при их операции. Моему авиационному полку, где прохожу военную службу, также была доведена задача о планируемом высадке морского десанта с кораблей военно-морского флота на территории Украины. Мне как авиации для обеспечения этой высадки и их поддержки. Моему авиационному полку также информировал о милитарном поддержке военно-морского флота на территории Украины. Все свои вылеты и вылеты своих однополчан, они выполнялись вполне безопасно, никто ни о чем не переживал, так как нашим руководством было постоянное отвержение, доведение информации, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое, что все не работает. Поэтому летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь. В результате чего 5 марта 2022 года, получив очередной преступный приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэродрома Сакии и меня направили на территорию за границу, на территорию Украины, именно в Николаевскую область, с целью выявления радиоизлучающих средств ПВО противника для дальнейшего уничтожения, а также постоянного ведения разведки летающих аппаратов на территории Украины. Как результат, на 5 марта 2022 года я взлетел с аэродрома Сакии. Я был отправлен в территорию Украины, в регион Николаевской области, на территории Украины, в этом боевом вылете, в течение полчаса я осуществлял разведку, ни о чем не подозревая, ни о чем не думая, в результате чего был сбит противовоздушной обороны Украины двумя ракетами, катапультировался и попал в руки людей вооруженных сил Украины. Из этого следует, что меня, мое руководство просто отправило как наживку на стопроцентную смерть, ничего мне не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работает, работает отлично. Зачем нас посылают, как мясо, непонятно. Поэтому я понял, что я был отправлен по моему предмету к смерти. Я не понимаю, почему они отправили нас, как мясо, для украины. Обращаясь к украинскому народу, хочу сказать, что я очень сожалею, что оказался на вашей территории, что военнослужащие, такие как я, участвующие во вторжении и захвате вашей страны, подвергают вас к смертям, к сжиганию городов, к полному хаосу. Я очень раскаиваюсь в выполнении данных вылетов. Очень сожалею, что выполнял преступные приказы. Также очень... Обращаюсь к военнослужащим Российской Федерации. Хотел бы их одуматься, призвать, срочно остановиться. Уже сбили десятки самолетов, десятки вертолетов. Сотни тысяч семей уже остались разрушенными, как на территории Украины, так и на территории России. Поэтому требую, прошу остановиться, их начальников, командиров, одуматься, отвезти войска, прекратить любые виды боевых действий, как на земле, так и в воздухе. Я обращаюсь к военнослужащим Российской Федерации, чтобы остановить эту инвазию. Тысячи людей уже страдали, både в Российской Федерации и в Украине. Я обращаюсь к их предметам, чтобы остановить криминальные обязательства, чтобы остановить эту войну, как быстро возможно, и оставить территорию Украины. Я очень хочу надеяться, что меня многие услышат, что мое обращение дойдет до каждого военнослужащего Российской Федерации. Также хотел заметить, что нахожусь на территории Украины уже семь дней. Со мной обращаются хорошо, хоть и я и военный преступник. Меня не били. Со мной разговаривают даже на русском языке. Как нам преподносят фашизм, анти-Россия, я до сих пор здесь не увидел. Я надеюсь, что вы услышите меня. Я уже здесь 7 дней. Я себя чувствовала хорошо. Нет фашистов, нет нео-нацистов, и нет людей, которые против Российской Федерации. Здесь люди даже говорят русский язык со мной. Также, находясь в госпитале на территории Украины, постоянно и днем и ночью слышу воздушные тревоги о ракетной опасности, которые не всегда просто остаются без повода. Слышны взрывы, слышны стрельба, слышно поражение каких-то зданий, но это все происходит именно в городе. То есть, ни о каком расположении воинских частей, или каких-то инфраструктуры вооруженных сил Украины, и речи нет. Получается, что идет... Также, стояя в госпитале, я слышу сигналы о хранении защищения из-за оборудования или оборудования. Это слышно в городе, не на территории милитарных объектов или в любом другом милитарном месте. Все милитарные действия будут в городе. Из этого следует, что по всей территории Украины просто проходит глобальная, неконтролируемая зачистка городов, где продолжают жить, остались мирные жители, народ Украины. Таким образом, в целом, в целом, в территории Украины милитарная операция продолжается кладать, кладут, где цивилизм продолжаются и живут. Еще раз хочу обратиться к военнослужащим Российской Федерации. Остановитесь, подумайте. У нас нет причины воевать с народом Украины. Я также хочу задраться цивилизм и милитарным милитарным Российской Федерации. Простите, думайте, у нас нет причины воевать с народом Украины. Спасибо. Спасибо. Козлов Алексей Игоревич, штурман авиационной эскадрильи, капитан, и включите микрофон, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Я капитан Козлов Алексей Игоревич, штурман авиационной эскадрильи, войска части 59882, дислоцирующий на аэродроме Саке, поселок Новофедорка. Личный номер М179-647. 23 числа получил приказ от командира части, полученный от Верховного Главнокомандующего, о вторжении на территорию Украины. С 24 числа по 5 марта выполнил 5 боевых вылетов на территорию Украины. авиационная часть выполняла задачи по выявлению, вскрытию радиотехнических комплексов разведки и комплексов ПО противника уничтожения. Также вторая задача была авиационной части. Это поддержка сухопутных войск, прикрытие с воздуха, прикрытие от вертолетов, от ракет. Третья задача, которую вы выполняли, должны были выполнить, это прикрытие высадки морского десанта с кораблей Черноморского флота. Здравствуйте, я капитан Алексей Козлов. Я из Саки дивизии также. На 23 февраля я получила ордер чтобы invadить Украину. С 24 февраля до 5 марта я совершила 5 боевых вылетов для узнать и дотерти милитарные объекты Украины и поддерживать лендинг-труппы. Также я должен дать лендинг паратруперам в Черном море. Этот задание не было выполнено. 5 марта 2022 года от командира части был получен прямой приказ выполнить полет на территории Украины с целью выявления комплексов ПО вооруженных сил Украины. с целью их дальнейшего подавления. полет осуществлялся в Николаевской области 20-50 километров западнее города Николаева. Задача была занять зону дежурца производить радиоакционный поиск всех средств комплексов ПО Украины. при выполнении данной задачи были сбиты двумя попаданиями ракет ПО Украины. После второго попадания самолет загорелся был в огне командир экипажа принял решение вовремя катапультирование сработало катапульное кресло катапультировались при приземлении ударился головой об землю получил травму можете видеть был задержан военнослужащими вооруженных сил Украины мне была оказана помощь госпиталя обработана рана доставлен в госпиталю наше командование отправляя нас на этот боевой вылет не проинформировало меня о том что на территории Украины а именно в районе Николаевской области находятся какие-либо средства ПО our commandment didn't inform me and didn't give us any information about where the Ukrainian military security objects are situated то есть заведомо посылала на верную смерть thus sending us on death я понимаю что она осознавала осознавала в том что радиокационные средства ПО присутствуют в данном объекте то есть использовала нас как полет на живца I understood they realized on the places and on the location of the Ukrainian military security systems and they send us for death я хочу обратиться к украинскому народу I want to address the Ukrainian people от чистого сердца хочу извиниться перед всеми жителями Украины а именно матерями отцами from all my heart I would like to say sorry to mothers fathers and people of Ukraine те кто потерял своих сыновей и дочерей при выполнении вооруженной агрессии вооруженных сил на территории Украины for those who lost their children their sons and daughters during the Russian invasion to Ukraine я понимаю что это невозможно простить за такие действия вооруженных сил целенаправленно направлено на агрессию Украины I understand that it's unforgivable нет нам оправдания и прощения there is no forgiveness for our actions я хочу обратиться по вооруженным силам Российской Федерации I want to address the military troops of the Russian Федерации to the flying troops of the Russian Федерации не выполняйте преступные приказы своего командования и руководства don't fulfill crime commandments of your offices выполнение этих приказов приводит к разрушению структуры Украины к разрушению городов сел гибель гибель мирных жителей to the death of innocent civilians подумайте что чем раньше мы остановим эту войну тем раньше прекратится гибель мирных жителей as soon as we stop this war the death of the innocent people will be stopped каждый день войны уносит тысячи человеческих жизней а человеческая жизнь бесценна each day takes away thousands of lives and all lives are valuable искренне прошу искренне перед гражданами Украины прошу прощения I'm very sorry from all my heart for the fulfillment of the criminal orders of my commandment пожалуйста уточните при бомбежках по Харькову какой это был тип бомб они были управляемые или нет потому что странные попадания именно по мирным объектам и сколько квадратных метров эти бомбы поражали сейчас переводь тут what was the types of бомб which you applied while attacking Харьков по мирным объектам Харькова применялись авиационные фугасные бомбы свободно падающие калибром 250 и 500 килограмм фугасные Когда вы уже поняли, что бомбите мирные города, но при этом вы все равно выполнили этот приказ, была ли у вас возможность этого не делать? Ко мне вопрос. Чудовищность приказов, преступных приказов просто ужасает. The horror of orders is really huge. В любом случае, не выполнять приказ возможности есть, но я проявил слабость, малодушие. I was weak. I fulfilled the assignment. Слабость, малодушие и выполнил этот приказ. Ужасный приказ. This horrible assignment. Вопрос. Вы же понимали, что вы шли на верную смерть. Если бы до вас же вы не возвратились, то сейчас уже есть случаи, когда не раскрываются ваши парашюты. Ваши коллеги вам помогают на аэродромах. Даже если вы катапультировались. Did you know that you were sent for death, that your parachutes do not open while you are landing? There are already a few cases. Бывают различные отказы и такие ситуации возможны, но никто однозначно не знает, сработает у тебя катапульта или не сработает. There can be different situation. You can never know for sure whether your parachute or your catapult will work or not work. При приемке самолета и при вылете на любой полет у нас нет возможности проверить работоспособность парашютов, кресел. То есть мы даже не знаем об этом. While accepting the plane, we do not have the possibility to check out whether all the equipment is in a good shape. There are already five cases when the parachutes, they just simply didn't open. Колин Freeman from the Daily Telegraph in London. Can I ask Christophe about the proposals for a no-fly zone enforced by NATO? Ukraine wants NATO to enforce a no-fly zone. In his opinion, as a Russian Air Force officer, would that stop the Russian bombing, a NATO no-fly zone over Kyiv, or would it lead to greater war? Украина закликает закрыть небо, и страны НАТО пока отказываются это сделать. Вы знаете о том, что Украина просит НАТО закрыть небо над нами для того, чтобы была безполетная зона. Ваше мнение как авиационного офицера российского. Скажите, пожалуйста, вы думаете, это приведет к большей войне, если НАТО закроет небо над Украиной для России? Я считаю, что это будет способствовать быстрейшему и скорейшему завершению этого конфликта. Используете ли вы при сброске бомб лазерное наведение? Если нет, то почему? Такая возможность применять корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения на нашем самолете есть. Но до сих пор мы ее не применяли по причине того, что высшее командование такой задачи нам не ставило. То есть уже определено на боевой вылет конкретная боевая зарядка, конкретный самолет, тип, количество боеприпасов. Если высшее командование принимает решение о применении управляемых боеприпасов с различными системами наведения, ну, соответственно, мы выполняем. Пока были команды и указания, и приказы выполнять полеты только со свободно падающими бомбами. Как вы думаете, почему решили воевать с Украиной именно сейчас? Ну, досконально замыслы высшего военно-политического руководства страны мне неизвестны. Я военнослужащий. Я милитарный человек. Я не знаю exact purposes of my commandment. Почему был взят именно вот этот период? С чем это связано? Может быть, какие-то нюансы и аспекты международной обстановки, которые лично мне неизвестны? Я могу предположить лишь, что в связи с тем, что в Украину наращиваются поставки, обмундирование, средств связи.